Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Увековечили память героев. Портреты советских полководцев украсили станцию метро Победа. Возвращение денег с отсрочкой и альтернативные предложения. Самарские турфирмы рассказали, как будут компенсировать отмененные поездки. Как люди переживают карантин в регионе, который больше всего пострадал от пандемии. Эксклюзивные кадры для нашего телеканала из Подмосковья. В день труда ветераны Самарской области снова начнут получать ежемесячные денежные выплаты, которые были приостановлены в марте 2017 года. В канун праздника Губернская дума сразу в двух чтениях одобрила это решение. Ветераны, которые получали эти выплаты раньше, могут не беспокоиться. Начисления будут проводиться автоматически. Олег Зверев подробнее. Начиная с 1 мая, ветераны труда Самарской области снова начнут получать ежемесячные денежные выплаты, которые были приостановлены в марте 2017 года. Тогда был введен критерий нуждаемости. Пособие оставили только тем, у кого пенсии была меньше 19,5 тысяч. И вот теперь справедливость восстановлена. В канун праздника весны и труда льготы возвращаются. Сегодня есть возможность принять такое решение во многом благодаря президентскому гранту. Тому гранту, который получил регион Самарской области по оценке социально-экономического развития за предыдущий год. Вот во многом это, благодаря решению президента, мы можем сегодня принять решение о восстановлении единой денежные выплаты нашим ветеранам. Напомню, что сегодня на территории региона таких ветеранов проживает 91 508 человек. Мы знаем их поименно буквально, которым с мая восстанавливаем эту денежную выплату. Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. Работа управленческой команды оценивалась по итогам выполнения 12 национальных проектов. Согласно этой оценке, Самарская область дополнительно получила около полутора миллиардов рублей из федерального бюджета. Дмитрий Азаров предложил жителям региона самим решить, на что направлять эти средства. В итоге было решено вернуть льготы ветеранам труда. Канун первомайских праздников предложение жителей одобрила Губернадская дума. Единогласно поддержана законодательная инициатива руководителя региона, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, о возвращении льгот ветеранам федерального регионального значения, репрессированным труженькам тыла и пострадавшим от политической репрессии. То есть той категории, которые в 2017 году были приостановлены в соответствии с критерием нуждаемости эти выплаты. Все правильно губернатор сделал, потому что касается большого количества наших граждан и льготников, и всех граждан нашей губернии, которые своим трудом заслужили этого. У каждого большой трудовой стаж, и они действительно достойны того, что все-таки Родина оценила. Я очень благодарна и признательна губернатору, что он принял правильное решение. Власти также сообщают, что для возобновления выплат дополнительно обращаться никуда не нужно. Фамилии всех получателей есть в базе данных, и деньги будут доставляться вместе с пенсией автоматически. Олег Зверев, Григорий Пельшаков, События. Знать героев лицо. В Самаре в честь 75-летия Победы портреты советских полководцев украсили станцию метро Победа. Там установили мемориальное панно. У Великой Победы нет времени суток, поэтому и памятные портреты устанавливали после захода солнца. На самой роскошной подземке провела ночь Мария Левина. На табло 2305 тематический поезд прибывает на одну из старейших станций метро в Самаре, носящие имя Великой Победы. Она открылась в декабре 87-го на первой линии Самарского метрополитена. В Самаре две станции, посвященные теме Великой Отечественной. Безымянка в честь тружеников тыла и станция Победа. Архитектурно вторая самая роскошная. Ордена и памятные даты на стенах, много света, а теперь еще и портреты полководцев. Георгий Константинович Жуков, четырежды Герой Советского Союза. Он дважды был награжден Орденом Победы. В народе после войны он получил звание Маршал Победы. С 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в наименной станции метро установили мемориальное панно. Алексей Гореев – старший тональный мастер Самарского метрополитена. Обычно он вместе с помощниками смотрит за порядком в подземке, а сегодня в прямом смысле приложил руку к истории. Установил панно с изображением Георгия Жукова, к военным подвигам которого имеет отношение и семья Гореевых. Жукова. А почему Жукова? Ну, потому что у меня и дед тоже воевал с ним. Дед Алексей Сергей Сергеевич Пунин служил в разведке майором. Погиб в последний день войны – 9 мая. Это вообще все закладывается с детства от наших родителей, от дедов, от бабушек. Все это происходило. Конечно, это все память возобновляется. Так торжественные дни. И ветераны в метро ездят, и молодежь тоже будут приобщаться. Вот сейчас, допустим, молодежь, которая будет посещать метро, уже будут знать полководцев. Поэтому я считаю, что это нужное дело. С предложением увековечить память полководцев Великой Отечественной, награжденных высшим военным орденом, ранее обратилась инициативная группа жителей. Руководство Самарского метрополитена идею сразу же поддержало. Сейчас поступает много положительных отзывов от горожан о работе в рамках подготовки метро к 75-летию Победы, отмечают представители транспортного предприятия. Ко дню Победы в Самарском метрополитене провели масштабную подготовку. Отремонтировали деформационные швы, привели в порядок пути и лавочки на платформе, кассовый зал и переход. Отмыли хрустальные люстры, а все входы в метро на станции Победа украсили тематическими плакатами. Мария Левина, Максим Гусев, События. Самарская область приняла эстафету песенной народной акции «Наш День Победы». Это патриотическая акция, инициированная аппаратом полномочного представителя президента России в ПФО в год памяти и славы. С 25 апреля по 8 мая регионы участники передают друг другу эстафету, исполняя самую знаменитую песню «День Победы». Самарская область приняла эстафету от республики Башкортостан. Песню исполнил Волжский русский народный хор имени Милославова. «Это радость за слезами на глазах». «День Победы», «День Победы», «День Победы». Передавая народную песенную эстафету республики Татарстан, самарские исполнители напомнили, что в годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около полумиллиона жителей, а оставшиеся стали мощным тылом для фронта. Здесь ковали победу, проявляя трудовой героизм. Песни творческих коллективов республики и областей транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хэштегами «Песни Победы ПФО» «Наш День Победы». Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. За последние сутки в регионе коронавирус выявили еще у 55 человек, сообщили в областном оперативном штабе. Таким образом, в середине марта ковид диагностировали у 327 жителей области. 33 человека выздоровели, пятеро умерли. В Минздраве Самарской области рассказали, как чувствуют себя пациенты с коронавирусом, которые сейчас находятся в больницах региона. Больше всего пациентов сейчас лежит в пятой больнице в Тольятти. Известно, что 104 человека переносят болезнь в легкой форме, 89 находятся в состоянии средней тяжести, большинство имеют симптомы пневмонии. В тяжелой форме заболевание развивается у 8 человек, 3 пациента подключены к ИВЛ. Не все зараженные коронавирусом госпитализированы, 33 человека находятся на домашнем лечении, на карантине. У них бессимптомное течение болезни. В 63 регионе продолжает действовать режим самоизоляции. По последним данным, ограничения продлили до конца майских праздников. С 1 мая в Самаре вводится масочный режим. Такое решение приняли на заседании областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции по рекомендации Роспотребнадзора. Все самарцы должны будут носить маски при выходе из дома. Обязательно надевать их в местах общественного скопления, в магазинах, общественном транспорте, такси. Завтра в магазины и аптеки в продажу поступят порядка миллиона многоразовых масок по демократичным ценам. Напомним, вчера президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая. Глава города Елена Лапушкина на городском штабе подчеркнула, насколько важно соблюдать в праздничные дни меры безопасности, в том числе и режим самоизоляции. В период нерабочих дней, о которых вчера рассказал президент Российской Федерации, сегодня уже подписал указ об этом, по большому счету для жителей страны, для жителей города Самары ничего не меняется. Действительно у нас режим самоизоляции остается и сохраняется. Сейчас разрешено нашим жителям доедать до своих дачных участков. Это замечательно. Но еще раз хочу обратить внимание, что доедать до дачных участков, это не значит, что собраться в большой компании. Это значит, что провести время на свежем воздухе, в кругу своей семьи. В Самаре продолжается дистанционное обучение школьников. Но не у всех есть техническая возможность иметь быстрый доступ к домашним заданиям. Одной из самарских семей, где пятиклассницу воспитывает одна мама, по инициативе главы Самары Елены Лапушкиной помогли решить проблему. Подарили ноутбук и модем. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Она, как выпускница школы номер 79, узнала, что такая хорошая девочка есть, которая учится хорошо, которая такая прекрасная мама, которая тоже хочет сделать самое приятное. И вот Елена Владимировна попросила меня вручить подарок. Мама воспитывает Вику одна, и у женщины не было возможности приобрести для учебы дорогостоящую технику. А под льготную категорию людей, которым предоставляются компьютеры на время самоизоляции, семья не подходит. Поэтому все задания приходилось узнавать от учителей лично, что замедляло процесс. Но теперь у девочки появилась возможность учиться дистанционно. Подарок от Елены Лапушкиной стал приятной неожиданностью, рассказывает мама Вики Галина. Безмерно приятно. Спасибо всем. Спасибо, что не оставили нас без заботы, без поддержки в столь трудное время. Спасибо огромное главе нашей городской администрации Лапушкиной Елене Владимировне, выпускнице этой школы. Мы не ожидали. Девочка, которая воспитывается одной мамой, пятиклассница, обучается на 4 и 5. В доме у них не было возможности дистанционно обучаться, так как не было техники сегодня, Елена Владимировна Лапушкина, по поручению Елены Владимировны, я вручила этот ноутбук. И она имеет возможность, и не только она, но и мама, воспользоваться всеми интернет-ресурсами, не только для образовательного процесса, но, самое главное, для развития личности. Виктория Клиценко пообещала теперь учиться на одни пятерки. Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Деньги туристам вернут, но не всем и не скоро. Туристическая отрасль переживает не лучшие времена. Многие самарские компании уже сейчас на грани банкротства. На что надеются сотрудники туристической отрасли, как вернуть деньги путешественникам и как быстро турбизнес восстановится, расскажет Елена Малютина. Позагорать на солнечных турецких пляжах у Елены Гребенниковой пока не получится. Она планировала отпуск на май, путевку забронировала заранее. Но из-за пандемии коронавируса во всем мире отдых пришлось отложить. А вот деньги так и не вернули. Самарское турагентство предложило перенести бронь на октябрь. Могли аннулировать и со стопроцентным штрафом. Но туроператор пошел навстречу. Я считаю, что это здорово, что они молодцы, что они нам перенесли путевку прямо по той же стоимости, которая у нас была. Те, кто планировал путешествия в Китай, Италию, Корею, Иран, формально могут вернуть деньги. Но на практике возникнут сложности. Туристическая отрасль переживает не лучшие времена. Многие компании уже сейчас на грани банкротства. Но все же стоит написать заявление в турфирму о возврате средств. К требованию надо приложить копии паспортов, договоров на тур и платежные документы. Сложнее придется тем, кто летел в другие страны. Они могут надеяться только на частичный возврат денег. Потому что фирма оплатит за счет туриста и сдержки, например, медицинскую страховку. Есть еще одно решение. Нужно объединить усилия туристам и туроператорам и обратиться в фонд персональной ответственности, который компенсирует затраты. Необходимо написать письмо. И в связи с тем, что поездка не состоялась по непредвиденным обстоятельствам, денежные средства также будут возвращены. В течение шести месяцев туристы через туроператора направляют такие требования. И в течение двух месяцев, с момента поступления документов от туроператора, фонд персональной ответственности возвращает денежные средства туристам. Рынок туризма сейчас мертв. Всю отрасль придется восстанавливать заново. Если границы в ближайшее время откроют, то начнут работать 70% турфирм. А если начнется вторая волна пандемии, тогда при лучших раскладах меньше половины. Сотрудники самарских туристических компаний не отчаиваются. Говорят, не раз приходилось переживать кризис. Мы уже были, ну, скажем так, разыгрывали мини-сценарий того, что сейчас происходит. Да, у нас были границы закрыты с Турцией целый сезон. У нас были, был закрыт Египет в свое время, тоже очень быстро. У нас были, была девальвация рубля в 2014 году и резкое сокращение количества туристов. Но рынок довольно-таки быстро отыгрывал и довольно-таки быстро восстанавливался. Самое выгодное решение ситуации абсолютно для всех, для операторов, для агентов и для туристов, это перенос тура на дальние даты. Это октябрь, ноябрь и так далее. Потому что для операторов и для агентов это понятно, чем выгодно, а для туристов в первую очередь выгоден курс, потому что курс заметно повысился за это время. Самарские сотрудники туристической отрасли надеются, что уже в августе страна возобновит авиасообщение и тогда, возможно, вырастет спрос. Потому что август, сентябрь, октябрь и ноябрь самое популярное время для отдыха. Туризм периодически переживает какие-то определенные кризисы. В этом году, к сожалению, он более масштабный. Но, тем не менее, в туризме работают очень оптимистично, позитивные люди, которых, как бы судьба ни била, они всегда воскреснут. Поэтому туризм, я считаю, хранить еще рано. Даже если он сейчас просядет очень серьезно, мы обязательно восстановимся. Рано или поздно все будем путешествовать. Минусы сейчас и внутренний туризм, и экскурсионная сфера. Раньше весной уже были раскуплены путевки в местные дома отдыха и турбазы. Сейчас же все пустует. Экскурсоводы сидят дома. Стараются с пользой провести свободное время. Разрабатывают новые проекты онлайн. У нас большие планы впереди. То есть даже если так случится, что карантин затянется чуть дольше, чем хотелось бы, чем планируется, то мы будем частично переходить в онлайн, чтобы и заработок был, и чтобы наши экскурсанты, которые спрашивают, когда же там вы на наших радарах появитесь, тоже сильно по нам не соскучились. Эксперты говорят, что после долгой самоизоляции туристы заскучают по тем впечатлениям, которые можно получить только во время путешествий. Поэтому спрос будет рождать предложение. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Анкеты и двухнедельный карантин. Всех приезжих из Москвы и Санкт-Петербурга на железнодорожном вокзале встречают по новым правилам. Как изменилась его работа из-за пандемии коронавируса, узнал наш корреспондент. Так встречают тех, кто прибыл в Самару на поезде из Москвы. Приезжие проходят через отдельный тоннель и должны заполнить анкету со своими контактными данными. А также указать, куда они приехали – домой или к родственникам. Эта информация нужна для медиков, которые сейчас борются с пандемией коронавируса. Все, кто приезжают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после поездки должны уйти на двухнедельный карантин. Такие меры введены по поручению губернатора Самарской области не только в железнодорожном вокзале, но и в аэропортах и автовокзалах. Из столицы с дочерью вернулся и Умеджан Махмудов. В столичной больнице они провели больше месяца. Говорят, никуда не выходили, но все равно теперь придется соблюдать карантин. Мы на операцию возили по челюстной лицевой хрилке и попали в карантин. Там закрыто, в палаты не выходили. Там и две операции прошло. Такие меры на Самарском железнодорожном вокзале введены с 21 апреля. Анкеты собирают студенты-добровольцы. В каждой смене работают пять человек. Это нужно для того, чтобы быстрее выйти из сложившейся ситуации, чтобы побыстрее уже закончился режим самоизоляции, чтобы люди могли спокойно выходить на улицу, работать, гулять. На железнодорожном вокзале принимают и другие меры для того, чтобы избежать распространения инфекции. Все сотрудники вокзала регулярно снабжаются необходимыми средствами защиты. Часть работников переведена на удаленку. Перила, кассовые прилавки, сидения дезинфицируются каждый час. Установлены станции с антисептиком. В местах, где могут скапливаться пассажиры, нанесена разметка для того, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию. Также подготовлен временный изолятор для пассажиров с подозрением на COVID-19. В связи с тем, что работа вокзального комплекса осуществляется в условиях неблагоприятной идеологической обстановки, у нас на вокзале продолжаются мероприятия, которые направлены на исключение распространения коронавирусной инфекции, исключение заражения пассажиров. В таком режиме вокзал будет работать до тех пор, пока не изменится эпидемиологическая ситуация. Меры необходимы. Только из Москвы в Самару каждый день приезжают около ста человек. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Из села Рождествено и со всей округи ежедневно мусор вывозят грузовиками. За зимой его скопилось немало. Сейчас переброска техники на правый берег Волги и обратно в Самару происходит на пароме. Как идет работа, увидел Сергей Кизоркин. Сегодняшнее утро водителя Алексея Любимова началось романтично. На своем мусоровозе он совершил речную прогулку на пароме в Рождествено. Зимой коммунальные отходы вывезти из села, расположенных на правом берегу Волги, невозможно. Их отправляют на свалку. А с наступлением весны мусорку начинают расчищать. Отходы перевозят через реку и отправляют на полигоны. Еще шесть штук новинки. Торновой шелихметь, Гаврилово, Подгоры, Выползло. Сейчас, скажем так, вынос идет интенсивный. После зимы, как правило. Потом как-то все поменьше. Пенсионерка Фаина Ферапонтова всю жизнь прожила в Рождествено. Радуется, что с прошлого года процесс вывоза отходов наладили. Ликвидируют свалку за селом, освобождают контейнерные площадки. Улучшилась ситуация по сравнению с тем, что было раньше. Потому что кидали где попало. И в проулках, и в парках все возможно. Но это я считаю, что это человеческий фактор. Я вот буквально на днях еду. Среди улиц стоит пакет с мусором. Это уже мы как-то сами виноваты. В Рождествено на 4,5 тысячи домов приходится 35 контейнерных площадок. Еще 8 в соседних селах. Все отходы помещаются в грузовик и вывозятся за один рейс. Рекупература уже приноровился. Уже понимает все это. И поэтому в настоящий момент мы как-то сумели уже организованно вывозить. И вовремя вывозить. Сейчас, конечно, машины ездят регулярно во время переправы. Приезжают и для вывоза ТКО, и для вывоза КГО организуются. Поэтому, конечно, чище стало в селе. Что касается свалки, оттуда отходы вывозят два бункеровоза, оснащенные системой мультилифт. Каждая машина рассчитана на 36 кубометров мусора. За один день из Рождественной округи вывозится 15 тонн ТКО. Работа регионального оператора плотно завязана с работой грузовой переправы. Грузовая переправа у нас, к сожалению, всего лишь одна. Поэтому весь график работы, естественно, связан с графиком работы парома. В настоящий момент только выходные дни есть дополнительные рейсы. Среди недели их пока недостаточно. Со свалки весь мусор полностью планируют вывезти к концу мая. Расходы на переправу грузовиков через Волгу не включены в тариф для местных жителей. Их рекоператор берет на себя. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. Самая серьезная ситуация по коронавирусу сейчас в Москве и Подмосковье. На сегодняшний день в столице более 48 тысяч заболевших и более 10 тысяч в Подмосковье. Семья Зайцевых и Самары сейчас живет в Химках. Они рассказали, как у них проходит режим самоизоляции. Мы живем в Подмосковье, в городе Химки. Идет третья неделя карантина. Детям выходить на улицу запрещено. Очень тяжело переносится этот карантин дома. Все уроки, все дополнительные занятия, все по компьютеру. Свежий воздух только через форточку. Первые дни после введения особого режима в семье Зайцевых на улицу выходила только Екатерина. По QR-коду и строго за продуктами. Вскоре мама троих детей придумала, как организовать семейные прогулки. Но три недели уже прошло и неизвестно, сколько дней придется сидеть в квартире. С жильцами нашего дома в общем чате мы обсудили короткие 30-минутные прогулки с детьми. Всех предупредили и развесили расписание на подъездах. Гулять договорились по очереди с 10-минутным перерывом, чтобы не встречаться в лифтах. Дом наш находится на загороженной территории. И сюда не могут попасть посторонние. Жили были два брата. Ну, правда, это были два дяденьки брата. Ну, два друзей. Как-то раз позвонили они друг другу. Один спрашивает. А ты знаешь, что лицо руками трогать нельзя? А другой в ответ. Да, я сегодня ногами бьюсь. Не успели мы выйти, как через пару минут нашей прогулки к нам подошла консьержка. Только я ей объяснила, зачем мы здесь находимся. Тут же сосед с третьего этажа в открытое окно стал кричать и угрожать приездам полиции. На крик подтянулись другие соседи. Стали стыдить и грозить штрафами. Еще и дворник подоспел. Тоже стал меня учить. Пришлось семье вернуться домой. Больше всем составом Зайцева во двор не выходили. Но Екатерина не унывает. Говорит, теперь у нее появилось время для совместного творчества с детьми. К примеру, они принимают участие в танцевальных флешмобах. Виктория Шаре. События. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова